Код неисправности OBD2 Техническое описание, ограничение потока воздуха, утечка воздуха между воздушным фильтром и MAF Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки, модели, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Dodge, Ram, Audi, Chevrolet, Ford, GMS, Jeep и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, Если ваш автомобиль сохранил код P2280, это означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил недостаточный воздушный поток между элементом воздушного фильтра и датчиком массового расхода воздуха MAF, чтобы современные двигатели работали с максимальной эффективностью, необходимо точно регулировать воздух и топливо, Топливный насос и топливные форсунки обеспечивают достаточную подачу топлива, а корпус дроссельной заслонки, или корпуса дроссельной заслонки, позволяет дозированному воздуху поступать во впускное отверстие, необходимо тщательно контролировать и регулировать хрупкое соотношение воздух-топлива, Постоянно, это достигается с помощью PSM с входами от датчиков двигателя, таких как MAF, датчик давления воздуха в коллекторе, MAP и подогреваемые датчики кислорода HO2S, Если PSM обнаруживает, что в датчик массового расхода воздуха втягивается недостаточный объем окружающего воздуха при работающем двигателе, может сохраняться код P2280 и загораться контрольная лампа неисправности, МАЛ, для освещения МАЛ может потребоваться несколько циклов вождения с отказом, типичный датчик массового расхода воздуха, какова серьезность этого кода неисправности? Сохраненный код P2280, вероятно, будет сопровождаться серьезными симптомами управляемости, условия, которые способствовали хранению кода, должны быть исправлены как можно быстрее, каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P2280 могут включать, сильно сниженные характеристики двигателя, двигатель может отключиться при ускорении, обратные вспышки также могут возникать при ускорении, коды пропусков зажигания могут сопровождать P2280, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины появления этого кода могут включать, забитый элемент воздушного фильтра, разорванная или разрушенная впускная труба для воздуха, трубка сапуна PSV удалена из впускной трубы для воздуха PSM или ошибка программирования, каковы некоторые шаги по устранению неполадок P2280? Для диагностики кода P2280 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник диагностической информации для конкретного автомобиля. Если вы можете использовать свой источник информации об автомобиле, чтобы найти бюллетень технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также объем двигателя, сохраненный код, коды и обнаруженные симптомы, он может предоставить полезную диагностическую информацию Начните с осмотра элемента воздушного фильтра, если он чрезмерно загрязнен или забит, замените фильтр и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, исчезнут ли симптомы, в противном случае внимательно проверьте воздухозаборную трубу на наличие перегибов, трещин или признаков разрушения. При обнаружении неисправности воздухозаборную трубу следует заменить на запасную деталь OEM, если коды массового расхода воздуха сопровождают P2280. Проверьте провод под напряжением датчика массового расхода воздуха на предмет нежелательного мусора, если на проводе под напряжением есть мусор, следуйте рекомендациям производителя по очистке датчика массового расхода воздуха. Никогда не используйте химические вещества или методы очистки, не рекомендованные производителем автомобилей, если воздушный фильтр чистый, а воздухозаборная труба находится в хорошем рабочем состоянии, используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля. Пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM переходит в режим готовности в это время, код является прерывистым, и его может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, возможно, должны ухудшиться, прежде чем можно будет поставить точный диагноз. Однако, если код будет немедленно сброшен, для выполнения следующего шага диагностики потребуется поиск в источнике информации о транспортном средстве диагностических блок-схем, диаграмм контактов разъемов, лицевых панелей разъемов и процедур, спецификации тестирования компонентов. Следуйте спецификациям производителя, чтобы проверить датчики массового расхода воздуха и давления в атмосферном воздухе с помощью DVO-M, если оба этих датчика исправны, проверьте цепи системы. Мне нравится использовать метод падения напряжения, сохраненный код P2280 обычно исправляется путем ремонта засоренного элемента воздушного фильтра или трещины на впускной трубе.